Мы уже разбирались в том, что такое работа, в идеале Какая работа вас опустошает, от которой вы не устаете Усталость – это нормальное ощущение А внутреннее опустошение Выжитый, как лимон Как на помойке Есть что-то такое, что вы делаете или сделали в своей жизни Вас это опустошило полностью Любая бессмысленная работа Согласны? Бесцельная Еще какие варианты? Есть цельная, духовная Но она не опустошает, это не просто стоишь Есть, когда опустошают Бесполезность труда, она опустошает Вы знаете, даже фашисты придумали Такой страшный концлагерь во время Второй мировой войны Когда огромные глыбы Заключенные переносили Камни с одного места на другое На следующий день Они опять с этого места переносили Обратно И вот каждый день туда-сюда И люди сходили с ума Не от того, чтобы труд тяжелый А от того, чтобы труд был совершенно бесполезный Вообще это пытка Заставляет человека делать то, что Никому не приносит никакой пользы Итак, книга Экклесиаста, пятая глава, девятого стиха Кто любит серебром Тот не насытится серебром И кто любит богатство Тому нет пользы от этого И это суета Умножается имущество Умножится и потребляющий его И какое благо для владеющего им Разве только смотреть своими глазами Сладок сон трудящегося Мало ли, много ли он съест Но пресыщение богатого Не дает ему уснуть Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем Богатство, сберегаемое владельцем его Во вред ему И гибнет богатство это от несчастных случаев Родил он сына И ничего нет в руках его Как вышел он нагим из утробы матери своей Таким и отходит, каким пришел И ничего не возьмет от труда своего Что мог бы понести в руке своей И этот недуг, каким пришел он Таким и отходит Какая же польза ему, что он трудится на ветер А он во все дни свои ел в потьмах В большом раздражении, в огорчении, в досаде Трудился на ветер Трудился на ветер Вот здесь вот мы сейчас немного остановимся Порассуждаем Как вы думаете, что здесь оплакивает экклесиаст? Здесь конкретный плач Да? Вот что он здесь оплакивает? Пустой труд Пустой труд И может быть привязанность человека к этому пустому труду Да? А еще что? Богат Да, за ненужностью То есть богатство, которое... Наживали, наживали Оно нагим пришел, нагим уйдет А вот почувствовали такую жалость к самому накопителю Вот какая-то вот жалость к накопителю даже К самому человеку, который этим делом занимается Трудится, трудится ради возлюбленного богатства А это возлюбленное богатство Приносит ему только скорбь Причем он пишет, что это такой серьезный недуг Заниматься вот всем этим На ветер пускать А ведь еще самое интересное В общем-то человеку свойственно Походить на объект, который он любит Ведь вот часто как говорят Если муж и жена живут вместе душа в душ Постепенно становятся друг на друг похожими Собак становятся похожи на своего хозяина Слышишь такой? Наоборот Хозяин на собак Получается И если человек любит деньги Металл То он сам становится таким же холодным, жестким Или таким, будем говорить Шерстящим Шершавым, что это как деньги Действительно, то есть человек становится похожим на объект Когда у него такое возлюбленное богатство Вот хотим прочитать вам интересный такой Как нам показался интересный момент В Китае прошел судебный процесс Который воспринимается двояком Саркастически, ну или с возмущением Китаянка Ли Мун Предложила супругу выплачивать ей по 10 долларов За каждый час его отсутствия в ночное время Таким образом она предложила ему покупать возможность Выплеска своей такой любвеобвильности В ночное время Добросовестно выплатив ей Один раз Весь оговоренный штраф Он вместо того, чтобы платить ей дальше Настрачил супруге кучу расписок Не приложив к этому расписку ни одной копейки Ну как и следовало ожидать Через некоторое время набежала такая уже солидная сумма Общая сумма за должности За неверность составила 4 тысячи юаней Ну это эквивалентно примерно 750 долларов Ли Мин не стала тратить время и нервы, чтобы выколотить деньги своего неверного супруга Она просто обратилась в суд Суд рассмотрел иск и обязал мужа выплатить всю задолженность согласно распискам И предоставил супругам развод Бывшая жена неверного мужа, видимо, осталась довольна собой Так как заявила, что преподала хороший урок Всем неверным мужьям Но что-то ни она, ни он у меня симпатии не вызывает в этой ситуации И вот еще что я нашел доброго и приятного Есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих Какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей Который дал ему Бог Потому что это его доля И если какому человеку Бог дал богатство и имущество И дал ему власть пользоваться от них И брать свою долю и наслаждаться от трудов своих То это дар Божий Недолго будут у него в памяти дни жизни его И поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его То есть здесь уже идет как бы другая сторона Если человек на деньги смотрит не на как средства состоятся самому как личность А если деньги это, будем так говорить, не зло для него А он смотрит на деньги как на добро Инструмент Как инструмент достижения добра Мы вот были в одной семье священнослужителя И нас там породил случай Ну я тоже сначала долго думал, ну как же так можно А как к этому относитесь? Я бы, наверное, хотя не знаю, как я поступил Но сложно представить себя в той ситуации Мы восхищаемся тем человеком Да, он священнослужитель Он приходит ему много ездить И он очень долго молился о машине Что была у него машина Собирал, деньги копил Там зарплаты откладывал Там какие-то были у него пожертвования Вот именно такие, как это называется Целевые взносы И вот он уже почти собрал эту сумму На машину, на свою И тут происходит такая ситуация У него жена музыкант Играет на флейте В филармонии В филармонии И вот у нее эта флейта ломается А она ведущая как бы вот Ну одна, ну как, первая скрипка А тут первая флейта Первая флейта И тут предстоит такая поездка Гастроли начинаются И ей нужно ехать с инструментом И вы представляете Он вышел в интернет Открыл каталог И на всю сумму Которая была у него отложена Машина Купил маленькую флейточку Для своей жены Почему не просто флейту какую-то А хорошую флейту То есть заказал ее там у мастеров Ну она вот Ну маленькая флейта И вот когда мы к ним пришли Они, знаете, они говорят Мы сейчас вам покажем нашу покупку Она с такими восторженными глазами Таким голосом И он с восторгом на эту флейту Мне муж купил флейту Открывает вот эту коробочку Маленькую там серебряную флейту Вот эта лежит И я просто сопоставил А мы пришли Я сопоставил вот эту флейту И машину По размерам Ну как вообще Ну мы, знаете, мы увидели их горящие глаза Ее глаза И мы поняли, что Ни одна машина не стоит вот радости Даже не флейты, а радости Которые у них есть в отношении И вот эта преданность Которую у них, понимаете, друг с другом У них до сих пор этой машины нет Понимаете? Но вот эта радость Которую они оба переживали Тогда и до сих пор переживают Знаете, это вообще не идет ни в какое сравнение Потому что вот награда от Бога Добро, которое принесет деньги Бог вознаграждает радостью сердца Да Если мы правильно Ко всему этому относимся Однажды, когда мы вели прямой эфир на радио Позвонила женщина Говорит Вы знаете, мы живем с мужем Вот Правда, мы с ним разведены Но вот иногда мы встречаемся Он приходит к четырехлетнему сыну И вот вдруг я поняла, что Я беременна Опять Вот А вот как мне вот этого ребенка рожать Или нет Четырехлетний ребенок маленький Да и отца только приходящий Да и отец только получается приходящий В общем, я знаю, что вы против абортов Но что даже в моей ситуации Как бы аборт Исключен То есть понимаете И опять, когда мы стали с женщиной разговаривать Там было конкретно нацелено на то, что ей трудно материально А потом, когда мы задали вопрос Ну понимаете, то, что трудно материально Получается, четырехлетний ребенок Он тоже вносит в материальные сложности Да Может быть, тогда и его стоит вам Из-за него же тоже проблема финансовая возникает Четвертовать Давайте-то его тоже четвертуем Она, ну, он как бы жив А этот еще Неизвестно Она как-то, знаете, так споткнулась на этом слове Да он уже жив И в принципе, разницы-то большой нет Четвертовать То есть отрубать голову, руки, ноги Ребенка, который еще не видишь, но вот рубили Ребенок, который же живет То есть, понимаете, вот это вот порой Думая о материальном, затмевают все остальное Вот еще мужество вот этого всего То есть Поэтому каждый день на нас такой шквал дел Суетных наваливается Как пишет Эклисяз, да? Все это под солнцем происходит Такой шквал дел, срочных дел Которые нужно кому-то позвонить С кем-то встретиться Нужно что-то сделать Здесь вот помыть посуду Тут надо что-то решить Тут надо вот переделать Здесь вот это А важное из жизни куда-то уходит Вот Посмотреть дочке в глаза Поиграть с сыном в футбол Там Побродить одному Празмышлять О смысле жизни, да? Послушать хорошую классическую музыку Позвонить маме старейшую Хороший христианский гимн, понимаете? А вот на это как-то Вот вы настолько в этой суете Вот настолько в этом во всем И Господь вот эту радость убирает из сердца И она сама уходит Ну да, она уходит, потому что вот эта суета На Господу места не остается Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте И вы знаете, есть такое понятие, как трудоголик Вы наверное слышали, да? И вот интересно, что мы вообще сейчас готовим целый курс Вот именно по зависимости По зависимости И вы знаете, что самое интересное? Вот что мы вывели Вы не знаем, только ли это наше наблюдение Или нет, но пока мы сейчас смотрим Есть ли еще где-то работы на эту тему Потому что нет никакой разницы между алкоголиком и трудоголиком Вообще никакой Симптомы одни и те же Вот давайте вот сейчас мы вместе с вами Признаки болезни одни и те же Вот давайте вместе с вами сейчас признаки болезни Прямо здесь вот-то изложим, да? И как нет разницы Вообще нет Вот давайте сейчас запишем Вот давайте посмотрим Вот давайте Здесь алкоголик, тут трудоголик Давай не будем Просто прямо напишем Здесь вот симптомы, а там стадии И вы увидите, что всегда одинаково Вот давайте, симптомы трудоголизма и алкоголизма Давайте, симптомы Давайте В чем симптомы? Неспособность к воздержанию Есть такое? к длительному воздержанию. То есть человек не может от рюмки удержаться. Или от наркотиков. Тяга. То есть постоянная тяга. У трудоголика это постоянная тяга. Он не может расслабиться. Он не может не работать. Даже в отпуске, понимаете, вот про что я говорила. Все, постоянно думая о работе, это постоянная тяга. Это трудоголизм, если мы так. Ну и неспособность к воздержанию. Неспособность к длительному воздержанию. То есть долго не может без этого обходиться. Неспособность к длительному воздержанию. Если у алкоголика долго нет рюмки, какое у него самочувствие? Ломка. Ломка, пониженный жизненный тонус, что-то мучает его внутренне. У грудоголика то же самое. Человек, который болен трудоголизмом, у него наступает переломный момент. Он уже не может. Пониженный тонус. Внутри, как же так, ну вот там без меня. Пониженный тонус. Да. Ну давайте, какие еще признаки алкоголя независимости? Руки трясать. Тремор. Ну это, будем так говорить, физиологические признаки. У трудоголика то же самое. Понимаете, ему плохо, он раздражен. Внутреннее состояние, все вокруг. Он начинает думать только о работе. Понимаете, он даже, еще раз говорю, в отпуске не плохо. Можно было бы написать и вход от реальности. Уход от реальности. Это уже скорее будет, как сказать, стадии заболевания. Не можно сказать уход от реальности. Он уходит от реальности семьи. Он думает, то есть реальность семьи для него где-то заоблачно. Реальность духовных моментов, что-то такое. Понимаете, вот он трудоголик. Он уходит от всего остального. Соботельники нужны. Нужны соботельники, то есть сотрудоголики. Он от остальных вокруг себя требует, чтобы они были 100% тоже в том, в чем он. Почему это я после работы задерживаю, чтобы доделать то, что нужно, а вы все бежите быстрее и быстрее. Соботельники, да? Ну, я не знаю. Кстати, сейчас у меня это слово я изобрела. Это надо сказать, мое изобретенное слово. Симптомы, страдания близких. На него этот самый план. Но страдания близких абсолютно различны в этих ситуациях. Ну и там, и там оно есть, правда? Давайте, мы начинаем немножко говорить о стадиях. Давайте на стадиях. Ой, знаете, если бы у меня был папа-работоголик, я бы даже это приветствовала, а не папа-алкоголик. Папа, вы знаете, и там, вот что самое интересное, для ребенка все равно. Когда ребенок в детском саду опрашивали детей, и вы знаете, они на один уровень поставили папу-алкоголика и папу-трудоголика. Папу-наркоман. И что самое интересное, папу-служителя церкви. Папа-дома. Священнослужителя. Для ребенка ему все равно, кто папа. Алкоголик, трудоголик, священник, наркоман. Папы дома нет. Все. Но папа-трудоголик при этом обеспечивает финансовую часть. Ой, детям это, знаете. Детям это без разницы. Они об этом не думают. И мама может заниматься ребенком. Детям без разницы. Обеспечивает, не обеспечивает. Папа пришел, и какие у него глаза. Поиграл он в футбол со мной или не поиграл. А если папа весь в тяге, в неспособности к воздержанию даже дома, у него постоянно трещит телефон. Знаете, вот мы были в одной семье, вот мы сидим, пьем чай, у него постоянно телефон, постоянно телефон. Мы задаем вопрос, а у вас есть выходной? Да, у меня сегодня выходной. Мы говорим, это выходной. Ну да, я же не на работе. Отключите его. Он говорит, я не могу. Мы говорим, почему не могу. Ну как, тогда без меня все развалится. Явный признак трудоголика. У вас есть хоть один день недели, когда он может телефон включить? Как я могу? Понимаете, у него гиперответственность. Это все, это трудоголик. Алкоголик хоть в отходниках, значит. В отходниках хоть, да. В отходниках хоть, да. А там вообще нету, да, да, да. Страшнее, да? Ну тут не будем говорить, что страшнее. Все страшно, любой глаголизм страшен. И смотрите, вот стадии, я вот сейчас буду перечислять стадии вообще, всего, вот скажите, они же все совпадают. Первая стадия, это когда время от времени. Начинается с того, что, ну, выпил рюмочку, выпил другую, да? Время от времени. То есть, как бы... На работе чуть подольше задержался, потом на следующий раз тоже подольше задержался. Ну, то есть, когда горячее время, да, вот трудоголизм тоже. Начинается вот так вот, время от времени. Раз, вот, месяц трудоголизма, потом могу расслабиться. А потом опять горячее время. А тут надо отчеты сдавать. У нас было это открытое собрание с анонимными алкоголиками, это курчатая была. Там присутствовало православное священие. Знаете, он четко сказал, я алкоголик больше. Не стал пояснять, может, он поставлял там что-то, и так он ответил. Ага. Я сначала так задумался, я думаю, понял, что он имел в виду. Ну, да, он имел в виду, там, у него так же все есть присутствует, может, там... То есть, любой голизм – это зависимость от чего-то, а не от Бога. Вот это любой вот этот голизм. Трудоголизм, алкоголизм, наркоголизм, да, наркомания. Игромания. Вы знаете, в игромании те же самые симптомы. Все те же самые. Игромания, знаете, на уровне физиологии, на счет трясущих срок, уже доказано, что любой голизм вызывает адреналин в крови. Вот это повышенное состояние адреналина в крови, что игромания, казалось бы, никаких химических веществ не вводится. Ну, выброс вот этих вот фирмонов. Да, да, даже вот эти вот фирмоны одни и те же, представляете? Одни и те же, даже на физиологическом уровне. То есть, для нас это было открытием. Ну, казалось бы, я тоже думаю, ну, одну из алкоголиков, другую из алкоголиков или игроман. Ну, вообще разное. Даже физиология одинаковая. Смотрите. Вторая стадия. Вторая стадия. Может быть, снятие напряженности. То есть, потом... То есть, это делается для того, чтобы снять напряжение? Что делается? Ну, например, выпиваете рюмку. Выпиваете рюмку водки. Или погружаемся с головой в работу, на все остальное плевать. На напряжение в семье, а я пошел в работу. Мужчина, мужчина, да. Ну, почему женщина? Женщина тоже такие бывают. Да, снять напряжение. Сносимо больше. Сначала это вроде, ну, время от времени, ситуация так складывается. Потом я сам иду для того, чтобы снимать напряжение. Следующая стадия любого гализма. Чувство вины возникает. Да? Да. Потом в какой-то момент понимаешь. О, семья рушится, то рушится. Дети выросли, не видел. Да, здесь, вот. Как вот мы слушали песню, да? Да. Когда же ты, папа, придешь? Ну, сейчас пока не могу, но когда я приду, с тобой потрясающее время вместе проведем. И так до конца. Это будет потрясающее время. Да. Потом звонишь сыну, говорю, пап, ну, сейчас я не могу, но когда я приду... Да, вот оно, вот оно, то самое. Следующая стадия. Агрессии возникают. Это не сможет быть. А? Чувственные, безнадежности. Ну, ну, вот здесь вот все, да, безнадежности такое, да. Ну, и все, что мы можем. Следующая агрессивность, агрессия. А дальше же идет агрессия. Раздражение. Что вы мне мешаете работать? Представляете, ребенок нечаянно нажал на кнопку телефона, который звонит, папа не успел взять. Все, на этого ребенка идет конкретная агрессия. Не бери трубку, мне звонят. Да. Дальше вот в состоянии агрессии это любой человек, который мешает или не дает выпить рюмку. Да я не алкоголик, я в любой момент могу бросить. Но если сейчас ты мне не дашь, я тебя тут сейчас... Я не трудоголик, просто сейчас время. Он мешает, он же все равно вызывает раздражение, правда же? Вот просто левочек... Но есть раздражение, а есть агрессия. Попробуйте алкоголику в такой период не дать водки. Если, скажем, вы подносите кусок торта к арту, и ребенок подходит и выхватывает, конечно, это неприятно. Но кто бы с этим спорил. Попробуйте у алкоголика вырвать рюмку. Или трудоголику сказать, что он зависимый человек. Во-во-во. Да, во-во, вот это хорошо показалось. В 12-ти шаговые программы можно к алкоголику, а только для голиком, применить. Да, в 12-ти шаговые программы она работает везде, во всех зависимостях. И в игровой зависимости. И трудно сделать первый шаг. А вы вообще подумайте, чтобы у вас в городе открыть программу анонимных игроков. Вы знаете, сейчас это беда. Давай, следующее. Попытки остановиться. Вот тут, после агрессии, когда человек, скажем, особенно если распускает руки... Вдруг начинает понимать, что это уже проблема. Он начинает принимать попытки остановиться. Но постоянные срывы. То есть вот тут идут попытки. Срывы, срывы. Это можно переводить, но это уже хорошее... Это уже, да, это первый шаг. Как бы человек начинает делать по программе, да? Задумывается. Да, но срывы. Хотя они могут длиться долго. Да. Как раз до моих. Следующее. Потери других интересов. Потери... Да, все похоже же, правда? Все похоже. Потом проблема в семье. Следующая стадия. Тут уже как бы они везде шли, проблемы в семье, но тут уже идут развод. Конкретно все. Тут уже идет уход. Вот тут, как правило, идет уже развал семьи, наверное. Давай назовем развал семьи. Ну да, развал лучше не писать. Пример такой бизнесмен, у меня в одной семье богатый. И вот жена говорит, я вспоминаю, когда мы в общежитии жили, когда там было так прекрасно. Вот уже куча ресторанов, сетей магазинов. И они рады. И последняя стадия атрофируется воля. Полностью. Вообще. Человек уже ничего не может снять. И правильно такая женщина будет вспоминать, когда человек был волевой, когда у него была голова на месте. Когда жили в общежитии, работали оба дворниками, были студентами. Вот было счастливое время. Да не нужны ей эти деньги-то все. Воли нет. И вот действительно, такой человек и такой человек тоже нуждается на шаговой программе. Измену можно поставить. Ну вот развал семьи. Тут все. Тут и измены, и развод, и в общем все, что угодно здесь может быть. По большому счету, в 12-й шаговой программе нуждаются все христиане. Зависимые. Нет, любые. Христианушку и вещь. Любые. Зависимости у человека полно. Да. И любая зависимость подходит по этим 12 шагам. Да. У Евтушенко есть потрясающее тихотворение. Проклятие века. Это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлено в цейтнот. Остановись на полдороги. Доверься небу, как судье. Подумай. Ну, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшал их. Под паровозных хриплый крик. Пойми. Забегавшийся жалок. Остановившийся велик. Остановись, идя вслепую, о население земли. Замри, летя из кольта пуля. И бомбы в воздухе замри. О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь. Среди распада и разврата. Остановись. Остановись. Вот такие вопросы мы обычно предлагаем для размышлений. В чем вообще состоит радость вашего сердца? И вот та же та самая работа, о которой мы только что говорили, это радость сердца? Или суета? Или это суета уже? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.